Прибытие в этот день военный комиссариат Брестской области для 150 новобранцев из разных уголков региона, по сути, разделит жизнь на до и после. На год-полтора где-то в прошлом останутся прежние увлечения и заботы – друзья, товарищи, отчий дом и родительская опека. А пока – торжественное мероприятие, водный инструктаж и заключительный медосмотр. После чего часть из них отправится в 72-й гвардейский объединенный учебный центр в Печах. Остальные ждут в 5-й бригаде специального назначения в Марьиной горке. Сам из Пинского района, деревни Новый дворец, учился здесь в Брестском техническом университете, закончил промышленное и гражданское строительство. Работал сейчас здесь в Брестском проекте, проектировщиков. Призвали, иду в Марьину горку служить, в спецназ. В нашей семье все прошли через вооруженные силы. Дедушка служил, отец служил, дядя служил. Никто плохого слова не сказал об армии. Суровые армейские будни, казарменное общежитие, подъем и отбой строго по распорядку, военная форма и строгая дисциплина закалят физически и духовно. И через много лет это время становления с благодарностью будет вспоминать каждый настоящий мужчина. Я уезжал один в город Днепропетровский. Это было очень, так, немножко не по себе, особенно первое впечатление после того, как тебя переодели в военную форму одежды. Ну, буквально за считанные дни, после того, как появляются первые друзья, товарищи, ты начинаешь понимать, что происходит вокруг тебя. Все становится совсем по-другому. Я учился, например, на Украине, проходил свою службу. Мои коллеги, с которыми мы вместе учились и служили, они сегодня разбросаны по всему миру. Кто-то остался на Украине, кто-то в России, кто-то здесь, в Белоруссии, кто-то даже в Америке и в Израиле есть друзья, с которыми мы тоже общаемся и встречаемся, даже встречаемся. Поэтому, конечно, это запоминается навсегда. Это понимает и 19-летний Михаил Шевчук. Новость о поездке на службу в армии застала его во время учебы. Парень с детства грезил спецназом, и теперь его мечта станет реальностью. Я пришел в военкомат, мне говорят, вот, Шевчук, Михаил, вы пойдете в спецназ. Я, конечно же, радостно отреагировал на это все, потому что я с детства мечтал быть десантником, служить Родине, отдать долг Родине таковой, ну и набраться в армии мужества, какого-то опыта определенного. Меня очень греет еще и мысль о том, что меня ждет моя девушка, также мама меня очень отогреет. Я с удовольствием хочу поскорее служить, чтобы меня все дождались. В первую очередь все ребята-новобранцы пройдут курс молодого бойца, примут присягу и начнут осваивать специальности, по которым им предстоит прохождение воинской службы. Всего в осенний призыв планируется отправить на службу 2200 человек.